Девчонки, всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Наконец-то я снимаю видео после очень длинной паузы. Пауза была по той причине, что у меня родился второй ребенок. Это девочка, ее зовут Василина. Я знаю, что будет много вопросов, кто не следит за мной в инстаграме. Кто следит за мной в инстаграме, знает о том, что у меня почти два месяца назад родилась доченька. Теперь у меня двое деток, мальчик и девочка. Я безумно этому счастлива. И, кстати, кто еще вдруг не следит за мной в инстаграме, подписывайтесь обязательно. Я буду этому очень рада. Будем там с вами общаться. Я, конечно, не очень часто выкладываю фотографии. Стараюсь в последнее время снимать что-то из косметики, какие-то такие кратенькие обзоры писать. В общем, кому интересно, вот здесь вот будет ссылочка. Обязательно заходите и подписывайтесь. И первым видео, которое я решила снять после длительного отсутствия на YouTube, это тест-драйв. Тест-драйв на тональную основу. В последнее время у меня часто на канале выходят такие видео. Кто еще не видел, у меня есть отдельный плейлист. Я оставлю здесь ссылочку. Обязательно переходите туда, смотрите. Там уже довольно-таки много тест-драйвов на различные бюджетные тональные основы. А сегодня будет у нас тест-драйв на люксовую тональную основу. Я недавно заказала, как недавно, в конце еще своей беременности. Мне не сложилось снять тогда тест-драйв на Дуглас. У нас есть такой немецкий магазин Дуглас. Это по типу Литуаля, Сифоры, только немецкая. И есть онлайн. Так как я уже в конце беременности не ходила по магазинам, я заказала онлайн себе тональную основу от клиник, которую давно хотела попробовать, потестировать. И выбирала я оттенок онлайн. То есть я смотрела какие-то отзывы у девчонок, сравнивала примерно свой оттенок кожи и подбирала тот оттенок, который им подходил. Мне пришла такая посылочка в красивом мятном оттенке. Это стиль Дуглас. Здесь лежала вот такая вот коробочка, в которой, вернее, такой пакетик, в которой, в принципе, и лежала сама тональная основа. Также мне пришел пробник парфюма Playful от Otocan. Таким-то образом оно выглядит. Пахнет довольно-таки приятно. Мне нравится. Но, к сожалению, сейчас не могу пользоваться туалетными водами, так как мы на грудном кормлении. И, кстати, я об этом никогда не знала, так как у меня с первым ребенком не было грудного кормления, о том, что нельзя пользоваться разными пахучими средствами. Поэтому я ничем таким не пользуюсь. И также вот такой вот парфюмированный крем для рук от Хлои. Миниатюрка. Пришла здесь сколько? 3 мл. Таким вот образом оно выглядит. Поближе вам покажу. Вот. И давайте уже быстрее рассмотрим тональную основу. Отступила я слишком длительно. Тональная основа у нас от Clinique Super Balanced Silk Makeup с SPF 15. Вот так вот выглядит упаковочка. Картонная. Сама баночка очень красивая. Я уже один раз ее протестировала. И на самом деле это было очень давно, и поэтому я уже не помню даже какие-то свои впечатления. Я помню, что она суперстойкая, и мне не подошел оттенок. Но об этом чуть-чуть попозже. И я уже забежала вперед и рассказала вам о том, что она суперстойкая. Но я, в принципе, об этом писала на своем инстаграм. Но все-таки давайте мы ее протестируем в течение дня, пристально. Я буду следить за тем, как она будет выглядеть в течение дня. И выглядит вот таким вот образом баночка. Мне она очень нравится. Такая стеклянная, матовая, красивая. Действительно, это люксовый такой продукт. И я почему-то взяла в оттенки... Где тут оттенок пишется? 05 Silk Ivory. На самом деле я смотрела на iRecommend. Да, есть такой сайт, кто еще не знает о нем, где можно посмотреть комментарии, отзывы девочек с разных уголков России, а также Украины. То есть русскоговорящих, которые пишут, оставляют свои фотографии. И там была одна девочка, которая прям оставляла фотографии своей кожи до и после с вот этим тональным средством. И она говорила, что вот эта тональная основа идеально подойдет для тех, кто не совсем бледный. А я не совсем бледная. Возможно, у меня сейчас как-то высветляется лицо, там шея. Но у меня довольно-таки такой средний подтон кожи. То есть мне очень тяжело выбрать тональную основу, потому что темная будет, ну, там чуть-чуть темнее оттенок. Он будет слишком темный. Например, там какой-то второй оттенок. А первый будет оттенок слишком светлый. То есть мне надо брать сразу два и их смешивать. Или меня уже спасает сейчас аджастер. Кто придумал аджастеры, огромный молодец, потому что это самая важная вещь в моей косметичке, так как мне очень сложно подобрать тон тонального средства. В общем, та девочка писала, что 0,5 Silk Ivory отлично подойдет для оливкового подтона кожи, для тех, кто не слишком светлый и не слишком темный. В итоге, сейчас вы сами все увидите, я надеюсь, это будет все видно на камеру. Да, в принципе, когда баночка пришла, я ее уже посмотрела, увидела, мне показалось, что он слишком какой-то темный. Не знаю, наверное, сейчас высветляется. Конечно, на лето это будет идеальный вариант. Ну и если добавить аджастер. Ну давайте уже ее тестировать, я вам все покажу, расскажу. Итак, как я уже сказала, баночка довольно-таки красивая. Здесь 30 мл тональная основа. Здесь нет помпы абсолютно никакой. Это для меня минус. Я очень люблю помпы. Я люблю, когда я контролирую то, сколько мне выливается на руку. В общем, я была бы рада, если бы клиник здесь делали помпу, но здесь ее нет. Поэтому будем ее выливать себе на руку. Таким вот образом. У нее такая средняя жидкость и консистенция, как вы можете видеть. То есть если ее вот так вот подержать, она прям не супер стекает. Но и при этом она как бы не слишком густая. Вот поэтому я не люблю такие беспомпы баночки, так как очень много продукта пропадает зря. Тем более, что это люксовые продукты. Стоит эта тональная основа в районе 30 евро. Ну, как бы дороговато. Кстати, на нее сейчас, на Дугласе, девчонки, кто живет в Германии, на Дугласе на нее идет скидка. Если я не ошибаюсь, она стоит 25-26 евро на онлайн-магазине. Поэтому посмотрите. Я думаю, что скидка еще до сих пор действует. Как всегда, тональную основу я буду наносить на одну сторону спонжа от Real Techniques и на другую сторону кистью Real Techniques. Это кисти Buffing Brush. Так, давайте начнем с кисти. Наберем немного продукта. У меня еще есть постакне, после беременности. Также у меня повылазили некоторые пигментированные пятна. Очень сильное пигментное пятно появилось вот здесь под глазом, вот здесь вот под глазом. И на лбу у меня тоже примерно такое огромное пигментное пятно. И, в принципе, еще много таких постакне пятнышек. Давайте их попытаемся перекрыть этой тональной основой. Я наношу такими легкими движениями. И она, знаете, такая, сразу превращается в такой пудровый финиш. Запах у нее, как у всего клиника, такой не сильно бьющий в нос, но при этом какой-то пудровый косметический. Немного... Знаете, чего он напоминает? Пантенола. Запах. Не знаю, почему он мне напоминает пантенол. Так, попробуем. Но все равно остается какое-то легкое свечение. Вот я сейчас смотрю, и что какая-то такая легкая влажность на лице остается, что мне очень всегда нравится в тональных основах. Я не люблю супер матовый эффект, хотя у меня кожа как бы склонная к жирности на этой зоне, но я все равно люблю, когда вот в этих местах всегда какой-то такой здоровый блеск. тем не менее, она как-то так матирует кожу, но при этом остается здоровый блеск. В общем, сами видите, как это все выглядит. Она мои посттактные не сильно перекрыла, прям не... Это не маска. Это такая легкая, комфортная. Если ее наносить, прям легкими движениями. Она как бы выровняла тон лица, перекрыла максимально, как смогла, все мои недостатки кожи. Она не провалилась в поры, что мне очень нравится. И тем не менее, она лежит как-то комфортно на лице, нету тяжести по краям. Пока я не чувствую никакой тяжести, и нет никакой стянутости, липкости. Просто вот она, в принципе, очень приятно лежит. Ну что ж, давайте тогда нанесем еще, попробуем спонжем на вторую сторону. Кстати, у меня такое ощущение, что спонжем даже она наносится более плотно, чем кистью. Кистью прямо нанеслась так ликонечко-ликонечко. А спонжем она прям так припечатывается довольно-таки хорошо, учитывая, что спонж смочен в воде. Но тем не менее, как бы, ну, все равно такой очень красивый эффект. Вот, свечение остается, и все равно нету такой прям маски на лице, что мне нравится, потому что я сейчас очень сильно ищу какую-то легкую тональную снову. Мне не надо, чтобы она супер перекрывала все мои недостатки, потому что, ну, со временем это все-таки все сойдет. Я не могу сейчас агрессивно как-то чем-то пользоваться, потому что, опять же, у меня грудное вскармливание, и поэтому нужно быть с уходом очень неаккуратной. Вот. Поэтому я еще что-то легенькое такое на летом желательно матирующее, и которое, что будет очень долго держаться, и я еще люксовый именно продукт. Поэтому почему-то решила остановиться на супер балансе. Ну, оттенок? Оттенок. Мне показалось в прошлый раз, что он мне не подошел. Может быть, сейчас за счет того, что на меня светят два софтбокса, да, за окном еще дневное освещение, и мне кажется, что, в принципе, мне оттенок подходит. Но я вам скажу чуть-чуть попозже. Когда я закончу макияж, я гляну без софтбоксов на себя напротив окна, потому что так наиболее понятно будет, насколько мне подходит оттенок. И постараюсь сегодня снять еще себя на улице, чтобы вы увидели, как смотрится эта финальная основа. Я надеюсь, она не окисляется, не помню, как в прошлый раз было. Но мне так нравится это сечение на коже, такое красивое, натуральное. Очень красиво смотрится. Итак, первые впечатления, как бы, я говорю о первых впечатлениях, потому что я реально не помню, как было в прошлый раз, и как-то очень быстро нанесла ее, и после того, как погуляла с ребенком, быстренько ее смыла. В общем, первые впечатления такие, что она очень комфортная, очень приятно лежит на коже. Она наносится легко, но она допускает наслаивание. Если вам нужно немножко более плотный тон, вы можете ее несколько раз наслоить, и тогда получите более такое плотное покрытие. Да, она не перекрывает на 100%, то есть она не как консилер работает на тех проблемных местах, которые у меня есть, то есть на синячках постакне, но тем не менее она на 50% их подскрывает, и если мне нужно прям супер их скрыть, я могу воспользоваться консилером, и будет, в принципе, нормально. Она оставляет свечение на коже, что мне очень важно, но при этом она немного матирует, то есть у нее присутствует такой пудровый эффект. Отдушка мне нравится, она не бьющая в нос, она легкая, приятная, такая пудровая, косметическая. В общем, мне в первом числе не очень нравится. Я сейчас закончу свой макияж, который обязательно будет в другом видео. Не знаю, что раньше выйдет, это тест-драйв или следующее видео с макияжем, ну, в общем, что-то выйдет, и будут везде ссылки на то и другое. И сразу же к вам вернусь. Ну, что, девчонки, у меня получился вот такой макияж. Видео будет с этим макияжем, ссылочка где-то здесь будет. Обязательно такой легкий мой ежедневный макияж. Ну, а я пошла на улицу со своей семьей и буду тестировать эту тональную основу. Вечером мы с вами обязательно увидимся, я вам расскажу о том, как она носилась целый день. В общем, увидимся с вами чуть-чуточку попозже. Ну, что, девчонки, уже вечер, уже даже очень сильно поздний вечер. Прошло 9 часов, и я за это время абсолютно не припудривалась, не подправляла никак свой макияж. И вы можете видеть, как это все выглядит на моем лице. Сейчас буду сама смотреться в зеркало. И что я вижу? А, единственное, что, да, конечно же, я подкрашивала губы. Что я вижу? Это то, что тональная основа идеально продержалась все эти 9 часов, и абсолютно практически не блестит на коже. То есть, ну, вы можете видеть, да, я ни разу, реально, вот ни разу не припудривала лицо, и она идеально лежит. Она нигде не поплыла, на носу немного поплыла, там, где я дотрагивалась до носа, и немножечко я вижу одну проплешину, но все равно везде она лежит идеально. Немножечко забилась вокруг крыльев носа, но у меня там забивается любая тональная основа, даже самая стойкая. Но вот здесь, у меня вот здесь обычно тоже все плывет, но здесь она идеально держится вообще на подбородке, в порах, все максимально идеально. Она немножко поблескивает на Т-зоне, но это не критично. То есть, если я немножечко припудру лицо, можно проходить еще 9 часов, и она будет все так же красиво лежать на коже. Мне очень нравится результат. Я довольна этой тональной основой, и сегодня я в этом лишний раз убедилась. Она не окисляется. Не знаю, почему она мне в прошлый раз показалась такой темной. Сейчас я вижу, что и в течение дня я видела, что она мне, в принципе, подходит. Да, у меня шея немножечко светлее, но вот эта вот зона декольте отлично сливается. То есть, шею можно немножко подкрасить, и будет тон нанести тоже, и будет все отлично сливаться. Итак, что я могу сказать в конце дня об этой тональной основе? Я в ней увидела много плюсов. Во-первых, то, что она держится идеально. Это мой самый важный плюс. Мне нужна была тональная основа, которая будет держаться в жаркую погоду, но сегодня было довольно-таки тепло. И то, что я не припудривалась, никак не подправляла макияж, говорит о том, что эта тональная основа выдержит все, что угодно, даже, возможно, какой-то дождь или заплыв. Мне важно было, чтобы она была легкая. Она максимально легкая. Я ее практически не ощущаю на коже. Я ее наносила легким слоем. Ее можно наслаивать, но мне нравится наносить сейчас именно такой вот легкой-легкой вуалью, чтобы практически я ничего не скрывала. Мне нужно было, чтобы она просто немножечко выравнивала тон лица, что она, в принципе, делает. Она на 50% скрывает мои пост-акны, что меня тоже радует. Я могу просто сверху каким-то более плотным консервом перекрыть, и у меня будет просто идеальный тон на лице. Мне кажется, она хорошо смотрится, в кадре. Я вот то, что вижу сейчас на экране, мне нравится. Она, в принципе, такая живая, подсвеченная, при этом нет такой жирности, прям не блестит, как блин, по крайней мере, мне так видно. Возможно, вам по-другому покажется. Но даже вот я смотрю на себя в зеркало, и критичного я ничего не вижу. То есть Т-зона поблескивает, но поблескивает на 50%, а остальное все идеально держится. Мне кажется, если бы я пошла куда-нибудь танцевать сейчас, на всю ночь, и эта тональная основа все так же бы хорошо держалась, и нигде не блестела. Что мне не нравится в этой тональной основе? То, что у нее нет помпы. Это неэкономично, это неудобно, туда попадает воздух максимально, что тоже не есть хорошо для таких текстур, они быстро пропадают, то есть долго вы не сможете ей пользоваться. Конечно, цена оправдывает сам продукт, баночка красивая, сам продукт очень качественный, хорошо наносится, тушуется, распределяется, с ней легко работать, у нее легкая такая косметическая тушка, слегка с таким пудровым запахом. В принципе, меня эта тональная основа полностью удовлетворила, я довольна, что я ее приобрела, я довольна, что я ее протестировала, оттенок не подошел, сама консистенция тоже очень хорошая, и то, что я вижу на лице, мне очень сильно нравится. Я надеюсь, вам тоже понравилось это видео, всегда, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, спасибо вам огромное за внимание, и до новых встреч, пока-пока!